Добрый вечер, вы перевесите Карачаево, Черкесия, в студии Руслан Жукаев. Сегодня президент России Владимир Путин провел ежегодную пресс-конференцию в Москве. В этом году мероприятие будет совмещено с ежегодной прямой линией для россиян. Глава Карачаева Черкесии Рашид Тимрезов отметил, что это ключевое событие года. В ходе прямой линии глава государства традиционно подвел итоги года и поставил задачи перед федеральными органами власти регионами по дальнейшему развитию страны. В ходе общения прозвучали конкретные поручения. Будут озвучены проблемные линии, над которыми обязательно и незамедлительно будут работать в регионах. Такой формат прямого общения традиционный, в этом году еще и юбилейный. Глава государства ответил на интересующие вопросы россиян в 20-й раз. Рашид Тимрезов выразил благодарность президенту страны за сильную и безопасную Россию. Карачаева Черкесии и дальше будет придерживаться решения Владимира Путина, которые всегда принимаются в интересах нашей страны и наших граждан. А ежегодный открытый диалог еще раз подтверждает, что мнение россиян для главы государства всегда находится в приоритете. На площадке регионального отделения Редины России состоялся круглый стол по вопросам трудоустройства, участников СВО, ветеранов боевых действий, а также работы новой образовательной платформы для обмена информацией между вузами и фондами защитники Отечества. Подробнее расскажет Дарья Тендит. В конференц-зале собрались представители правительства республики, управление занятости Карачаева Черкесии, вузы региона, военный комиссариат и ветераны боевых действий. Заседание проходило в рамках федерального партийного проекта «Моя карьера» на тему организации социального сопровождения ветеранов СВО и членов их семей в части повышения квалификации, переподготовки и трудоустройства. Важно, чтобы те, кто сейчас защищает нашу страну, по возвращении смогли адаптироваться и получить меры поддержки в этих сферах, отметил Руслан Джамбаев. Вопросы трудоустройства, вопросы нахождения самих себя, тех людей, которые сегодня находятся в активном поиске работы, трудоустройства, те, которые сегодня хотят сменить свой профессиональный образ жизни, условия для них должны быть созданы. И отдельным направлением, конечно, идёт адаптация и трудоустройство участников специальной военной операции, вообще ветеранов боевых действий. В ходе обсуждения были рассмотрены вопросы о содействии центра занятости при трудоустройстве участников СВО и членов их семей. Заместитель начальника управления госслужбы занятости населения Карачаева Черкесии Мурат Шхаев в ходе заседания рассказал о том, что помощь и поддержка в поиске работы участникам СВО, ветеранам боевых действий и членам их семей оказывается на постоянной основе. Обратившиеся в службу занятости мобилизованные граждане и члены их семей получат в центры занятости личных консультантов. Специалисты предлагают различные вакансии. Присутствующие также рассмотрели вопросы о готовности региональных университетов в организации обучения и переобучения в рамках запуска платформы для оперативного обмена информацией с ВУЗами и Фондом защитники Отечества по обращениям участников СВО и членам их семей. Заместитель директора СКГА Илона Гербекова рассказала о льготах, полагающихся для поступающих. Также она отметила, что ведутся работы по направлению дополнительного профильного образования. По распоряжению Миноборнауки были определены квоты по приему указанных выше лиц на бюджетные места. В данном случае в Академии для участников специальной военной операции и их детей действует отдельная квота. Это не менее 10% от общего объема бюджетных мест по каждому направлению подготовки. Готовы рассмотреть возможность формирования новых образовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий, для того, чтобы поддержать указанную категорию граждан. В ходе заседания обсудили различные сферы поддержки бойцов, включая профессиональную передподготовку, трудоустройство и социальную защиту. Участники круглого стола выработали конкретные предложения по улучшению условий жизни и труда военнослужащих и членов их семей. Дарья Тендит, Олег Молхожев, Вести Карачаева, Черкесия. Сейчас прогноз погоды, а после мы продолжим выпуск. Не переключайтесь. Дарья Тендит, Олег Молхожев, Вести Карачаева, Черкесия. Дарья Тендит, Олег Молхожев, Вести Карачаев, Вести Карачаев, Вести Карачаев, Вести Карачаев, Вести Карачаев. Дарья Тендит, Олег Молхожев, Вести Карачаев, Вести Карачаев, Вести Карачаев. Как совместить любимое занятие и воспитание несовершеннолетних? Для тех, кто принял участие в торжественном мероприятии в Центре для одаренных детей, такой проблемы не существует. Они и педагоги, обучающие дополнительным навыкам, и воспитатели, умеющие найти подход к каждому подопечному. 105 лет системе дополнительного образования в нашей стране – солидная дата. Когда-то отдельные кружки и секции со временем были объединены в Центре Дворцы Творчества или Спорта. Так только в этом здании у детей имеется огромный выбор для реализации своих увлечений. Центр дополнительного образования детей является одним из ведущих учреждений в республике, которое направляет детей в жизнь, во взрослую жизнь. Наш центр существует уже долгие годы. С 80-х годов в нашей республике были созданы такие центры, как Центр технического творчества, эколого-биологический центр, Центр туризма и краеведения. И сейчас мы все объединились с 2012 года. Мы работаем вместе. Год педагога и наставника подарил Карачаево-Черкесии немало запоминающихся праздников. И нынешнее торжественное мероприятие с пластичными танцами, проникновенными поэтическими произведениями, множеством тёплых поздравлений из их числа. Говорили и о важности дополнительного обучения детей, и о новых возможностях для желающих получить знания и навыки, а не просиживать свободное время дома. Система дополнительного образования позволяет, конечно же, расширить кругозор ребят, получить дополнительные навыки и умения. И в какой-то степени, конечно же, и определиться с дальнейшей профессией. Потому что не всё даётся на занятиях, там, где получают ребята только образование. Здесь ещё дополняется и воспитательной работой, и другими компетенциями. За последние несколько лет многое удалось сделать для модернизации инфраструктуры дополнительного образования. Так, в регионе были открыты мобильный кванториум, модельный центр и центр для одарённых детей, IT-куб и многое другое. Мы будем создавать дополнительные места в системе доп. образования и в общеобразовательных организациях, и в системе СПО. Сегодня система дополнительного образования охватывает 80% детей от 5 до 17 лет. И это не предел, мы будем стремиться к 100%. Разные направления, порядка 41 тысячи рабочих программ по развитию системы дополнительного образования сегодня в нашем субъекте реализуются. В этот день был отмечен труд людей, которые на протяжении многих лет отдают все силы для обучения и воспитания несовершеннолетних. Но на самом деле добрых слов заслуживает каждый, кто причастен к наставнической работе. Благодаря кому ребятам удается научиться чему-то новому, что вполне возможно пригодится им во взрослой жизни. Артур Мухцелий Бастанов, Вести, Карачаево, Черкисия. В Пятигорске состоялось торжественное мероприятие, посвященное подведению итогов года педагога и наставника в Российской Федерации. В нем приняли участие педагоги Северокавказского федерального округа. О мероприятии и кому вручили высшую награду в сфере образования, расскажет Альбина Ламкова. Заслуженный учитель Российской Федерации Каблахову Аскеру Бекмурзовичу. За заслуги в области образования и многолетнюю добросовестную работу, самую высокую награду заслуженный учитель Российской Федерации, указом президента России Владимира Путина, получил Аскер Каблахов. Он полвека проработал директором школы села Красный Восток Малокорчаевского района. Медали удостоверения почетного звания вручил Аскеру Бекмурзовичу, помощник полпреда президента Российской Федерации в СКФО Евгений Ткачев. В торжественном мероприятии приняли участие педагоги Северокавказского федерального округа, специалисты профильных министерств, субъектов СКФО. Позвольте под сводами этого торжественного зала, подведя итоги года педагога и наставника, выразить вам слова признательности и благодарности за ваш ежедневный труд, за любовь и внимание к детям, за верность выбранной профессии. Пусть каждый новый день приносит вам радость общения, творческого вдохновения, признания родителей. И пусть новый 2024 год будет годом побед во имя мира, добра, благополучия и любви. Здоровья, простого человеческого счастья вам и вашим родным. Всего в мероприятии приняли участие 600 человек. Педагогов из нашей республики Елену Величко, Оксану Аджиеву и Фатиму Лайпанову наградили благодарственными письмами Министерства просвещения России. А Салиме Хубиевой, Эльмисхан Кубековой и Юлией Копалкиной вручили почетные грамоты Министерства образования и науки Карачаева-Черкесии. После церемонии награждения в продолжении вечера педагогическую общественность ожидала творческая программа. Альвина Ламкова, Вести, Карачаева, Черкесия. Арии из опер великих композиторов, а также мировые советские хиты 20 века прозвучали в исполнении солистов Мариинского театра Дианы Казанливой и Якуба Суворова. Аккомпанировал им пианист, виртуоз, заслуженный артист России Александр Каган. Концерт «Две эпохи» прошел в Республиканской филармонии. Подробности у Алии Ваташева. Мощный баритон Якуба Суворова покоряет с первых нот, а сопрано-солистки Мариинского театра Дианы Казанливой вызывает восхищение поклонников оперного искусства в России и далеко за ее пределами. Два таланта объединил концерт «Две эпохи», соединяющий традиции мировой и отечественной песенной классики. Молодым талантом виртуозно аккомпанировал заслуженный артист России Александр Каган. С ним работали Елена Образцова, Иосиф Кобзон, Александра Пахмутова, Мстислав Ростропович и другие артисты. Пальцы музыканта с легкостью касались клавиш, рождая чудесные трели мелодий. Искусство не имеет границ, а родина у каждого своя. Диана Казанлива из Черкеска, Якуб Суворов влюблен в Санкт-Петербург. Ну и к Карачаевой Черкесии у него особое отношение. Знаете, мы живем в рукотворной красоте. То, что построили люди. И ваш город, и ваш край, ваша республика, она то, что сотворил Бог, то, что вечно, то, что максимально красиво. И для нас это абсолютно другое место. И поэтому я бесконечно счастлив и рад, что мы за этот месяц уже второй раз сюда приезжаем. Молодые артисты щедро делятся своим опытом с молодежью на мастер-классах, где раскрывают свои профессиональные секреты. Нужно быть уверенным в своей программе, в том, что ты исполняешь. Много репетиций должно пройти. Нужно понимать, о чем ты поешь, и что ты транслируешь, и что ты хочешь дать людям. Мне кажется, это самое главное. Рима Коцба, как и многие другие любители оперы, высоко оценили талантливых молодых артистов. Экспрессия, честность, желание донести слово до каждого слушателя. Несмотря на то, что, ну, наверное, акустики немножко в зале не хватает, и тем не менее, они молодцы. Очень чутки, но выше всех похвал концертмейстер. Визит сюда, нашей землячки, показывает, что им самим очень важно, находясь где-то, уже достигнув высоты, возвращаться домой и нести вот это великое искусство сюда, в родные края. Мариинский театр – это, конечно же, уровень, и нам очень приятно, что такая возможность есть сегодня у любого зрителя. Якуб Суворов и Диана Казанлиева связаны не только культурными, но и семейными узами. Они уверенно смотрят в будущее и вместе идут к своей цели – повышать профессиональное мастерство и радовать зрителей своим искусством. Али Баташев, Виктория Карпенко, Вести Карачаева, Черкесия. Это все вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите продолжение фильм «Тайны следствия 22. Сезон охоты». Всего доброго и до встречи в эфире.